Главный тренер сборной России по дзюдо Этио Гамбо побывал в Махачкале. Знаменитый итальянец провел мастер-класс для юных дагестанских дзюдоистов. Своими секретами с ними поделились и известные спортсмены, среди них олимпийский чемпион Мансур Исаев. С наставником золотых дзюдоистов познакомился и наш корреспондент Дан Шугом. Визит таких почетных гостей, кажется, получился несколько неожиданным. Ведь состоялся он в преддверии Олимпийских игр в Рио, когда, казалось бы, все запредельно заняты подготовкой к ним. Помимо главного тренера сборной России Этио Гамбо, юные спортсмены школы дзюдо Махачкалы увидели и своих кумиров. Олимпийского чемпиона Мансура Исаева, а среди мастеров спорта международного класса Камала Хан Магомедова, Серждина Магомедова и многих других. С приветственной речью от главы правительства Республики Дагестан, главного тренера сборной России Этио Гамбо, наставником и спортсменом, перед началом тренировки обратился министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан Магомед Магомедов. Республики Дагестан, от правительства Республики Дагестан, от всего спортивного сообщества Республики Дагестан, от всего Дагестана, разрешите меня приветствовать заслуженного тренера, заслуженного борца, дзюдоиста Этио Гамбо. Мастер-класс в исполнении наставника сборной России Этио Гамбо, олимпийского чемпиона Мансура Исаева, мастеров спорта международного класса Камала Хан Магомедова, Серждина Магомедова и других, начался с разминки, а продолжен выполнением самых, казалось бы, азов-зюдо, но столь важных и необходимых для будущих спортсменов в этом виде спорта. Этио, например, изначально, как пришел в зал, он тренирует их, чтобы они слушались, а потом потихоньку, потихоньку, потихоньку доходили до какого-то уровня. Он делал замечание, что у нас, например, на Кавказе, у нас борьба какая? Взял захват, бросил. У нас нету изначальной цели выиграть захват у соперника. Ну, много ситуаций, которые для нас не дано, для Кавказа, у нас нету таких профессионалов. О гениальности главного тренера сборной России по дзюдо Этио Гамбо можно рассказывать много, С тех пор, как он возглавил национальную команду страны, развитие дзюдо в России получило еще большую популярность, и не меньшую в Дагестане. Пришли первые успехи на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Теперь, похоже, он не только попытается закрепить и приумножить завоеванные позиции на мировой арене, но и подготовить резерв. Огромный потенциал, похоже, в этом итальянский специалист видит в республиках Северного Кавказа, и в частности в Дагестане, куда приезжает не в первый раз. Я здесь, потому что ради этих ребят. Потому что это одна из самых сильных команд. И в этом случае нужно, чтобы мы были здесь. И все-таки, все средства массовой информации, которые наблюдали мастер-класс, интересовал главный вопрос. А попадет ли кто-нибудь из дагестанцев в состав Олимпийской команды на этот раз? На что, вроде бы, наставник ответил утвердительно, но фамилии так и не назвал. Конечно, дагестанец будет участвовать на Олимпийских играх, но мы сейчас не будем говорить имя, фамилию спортсменов. У меня конкуренция, да, у меня не то чтобы большая, у меня сильная, здоровая конкуренция. Это Михаил Пуляев, он реально сильный дюдарист, но я ничем ему не уступаю и не считаю себя хуже него. По словам самих представителей сборной России, идея визита в Республике Северного Кавказа и проведения мастер-классов для детей целиком и полностью принадлежит Эцио Гамбо. Начинается он с Дагестана, пребывание в Махачкале и увиден, наставник, кажется, остался доволен. Ну, вы знаете, во-первых, это он сам предложил, так как, если вы помните, 4 года назад, ровно так же перед Олимпийскими играми, Эцио посетил Дагестан и, как давал он в интервью, я хотел, как он говорит, то, что хотел узнать, откуда эти такие сильные ребятки, откуда они черпают энергию, вот, и я хотел посмотреть на все это, на эти горы, на ихние дома, ихние семьи. После мастер-класса президент Федерации дюдодагестана Шарухан Абдулатипов от имени главы Республики Дагестан подарил на память Эцио Гамбо сувенир у бачинских мастеров. Дан Шугом, Денис Авдеев, Рамазан Амаров. Время новостей.